Это слишком широкое понятие изгонять бесов. Вообще по факту, если у человека плохое настроение, если у него депрессия, там еще что-то, это означает, что он не с теми силами контактирует. То есть по факту мы все немножко больны психически. Потому что здоровые люди это те, которые испытывают счастье душевное. И в Аюрведе есть такое понятие свадяя. То есть свадяя означает, что ты, ну как бы есть арокья. То есть арокья означает нет болезни. Ты не чувствуешь себя больным в теле. Но ты можешь при этом болеть душой или психически. И такой человек Аюрведа не считает здоровым. Понимаете, она здоровым считает того человека, который свадяя. То есть он в гармонии с этим миром находится. Он чувствует счастье внутри себя. У него чувство победы над судьбой. У него чувство веры в своих наставников и так далее. Понимаете, совсем другой вид здоровья. И вот такой вид здоровья, он побеждает другие болезни. Болезни других людей. Есть телесные болезни. Первая стадия победы – это болезни тела. Потому что болезни тела – это самые внешние проявления болезни человеческой. Дальше потом вторая стадия – это болезни психики. Или ощущение несчастья. Внутреннего несчастья. И третья стадия – это болезни души. Или отсутствие веры в чистоту или святость. Когда люди считают, что нет Бога, нет гармонии в этом мире. Нет чистоты. Понимаете, я сейчас разные аспекты духовной энергии описываю вам. Разные аспекты Бога. Люди считают, что нет Бога. Значит, они не чувствуют гармонию этого мира. Гармония этого мира – это энергия Бога. Дальше. Люди считают, что нет счастья. Это значит, что они другую энергию Бога не понимают. Люди считают, что нет правды, общей правды какой-то одной. Правда – это тоже энергия Бога. Так веды говорят, этот мир соткан из одной только правды. Здесь вообще несправедливости не существует. С этой точки зрения мы защищены полностью. Если событие какое-то происходит, значит, оно есть смысл в нем. И так далее. То есть, если человек чувствует энергии Бога и связь с высшей истиной, чувствует с высшей личностью, с высшей истиной, что этот мир соткан из гармонии, что он такой очень глубокий, осознанный, настоящий, живой, не хаотичный, то такой человек испытывает также глубокое удовлетворение в своем сердце. Человек, который не чувствует вот этих вещей, он несчастен по природе. И, видите, здесь говорится о том, что люди, которые победили свою судьбу, еще к тому же начали помогать тем, кто находится рядом с ними, на трех стадиях развития. И даже на четырех. Это значит, что они воскрешают духовной жизни людей. Потому что есть люди, которые живут просто обычной жизнью. Что значит жить обычной жизнью? Это значит идти на поводу у кармы. Сейчас объясню. Вот смотрите. Я просто работаю на работе. У нас в стране кризис. У меня проблемы с мужем. Мы хотим построить дом. Я болею или вылечился. И это моя жизнь. Я учусь. Хожу в школу, хожу на работу. Смотрю фильмы. Читаю книги. Пытаюсь, чтобы у меня все было здесь хорошо. Это называется внешнее существование или жизнь в страдании. Потому что такая жизнь, вот обычная, как люди все ведут, она не может быть счастливой по определению. Потому что веды говорят, что время, которое действует в этом мире, оно все старит. Вот смотрите, мы рождаемся, мы потом молодеем, нет? Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Есть песня такая. Ну то есть мы молодеем, если мы духовной практикой занимаемся. А так тело стареет. Да, мы молодеем однозначно, если мы идем правильным путем. Но тело стареет. Каждым секундом, с каждым днем оно стареет. Предметы стареют. Вот я уверен, что этот стакан когда-нибудь развалится. Также стол. Вот вся эта аппаратура. Сто процентов все стареет. Компьютер мой. Вот. И все разваливается потихоньку. И так как все стареет с этой точки зрения, нет счастья. Если все молодело, было бы легче жить. Правильно? Чуть-чуть подождали, все лучше стало. Вот. Но есть еще одна проблема. То, что в единицу времени в тонком теле все больше тяжелой кармы выходит наружу. Вот, допустим, маленького ребенка, у него вообще никакой кармы не выходит наружу. Ему хорошо, даже если он болен. У него тело больное, а ему хорошо. Он чувствует себя хорошо. Детство ничем не заменишь, даже если в больном теле. У меня, допустим, родители ругались всю жизнь. Детство все равно для меня счастливая пора. Уж детство, чувство детства такое, очень светлое чувство. Куда уходит детство, какие города, кривятам по соседству. Такие песни, то есть скорбь по детству. Или, допустим, такие картины юности такие, допустим. Кто тебя выдумал, звездная страна. И так далее. То есть такие чувства очень чистоты такой. Что-то классно как-то. Люди почему хотят детей? Потому что они соприкасаются с детством. И когда мать смотрит на ребенка, и легче жить становится. Потому что из него исходит чистота. Люди хотят души. Хотят с душой соприкасаться. А из ребенка, само собой, исходит чистота душевной энергии. Потому что из него карма не идет плохая. Это не то, что он святой. Просто в начале жизни из человека не исходит слишком много тяжести. Понимаете? Поэтому хочется с детьми иметь дело всем. Потому что дети дают облегчение в сердце. Какую-то надежду, радость. Понимаете? Так же делают святые люди. Но в отличие от святых людей, дети постепенно эту надежду уменьшают. Потому что из них каждую единицу времени все больше кармы выходит. Если маленького ребеночка все целуют попу, потому что от него исходит эта чистота. Даже если он обкакался, попу помыли и потом поцеловали. Из него исходит чистота. То если, допустим, ухаживаешь за бабушкой старенькой, ее помыл, попу никто не целует. Почему? Потому что чистота вот эта не исходит из тела. Уже энергия другая. Это означает, что если говорить вообще о этой жизни обычной нашей заботы, какие-то дела, то она, это хорошо, вот эта жизнь обычная, это хорошо. Но она сама по себе к счастью не приводит. К счастью приводит, если человек помимо этой жизни живет другой жизнью. И эта жизнь называется внутренней жизнью. А сейчас интересно устроена так культура, что все, что происходит в этом мире, оно нас оттаскивает от внутренней жизни. У нас стоит дома телевизор, который не дает внутренней жизнью жить. Он не дает молиться. Потому что молиться надо напрягаться, телевизор включил, и тебя само все развлекает. И то движется, и это там. Сейчас вообще объемные такие уже начали. И там все летает, ты смотришь со всех сторон уже все. То есть вообще как бы можно жить в этом телевизоре, уже воевать там. Скоро будет. Ну то есть, понимаете, а молитва это такая жизнь, в которую надо напрягаться, что-то делать, а не хочется. Но именно вот эта вот жизнь, молитва, она побеждает время. Когда человек начинает соприкасаться с внутренней жизнью, то у него включается духовное время. На санскрите духовное время называется анандам будхи варданам. То есть все возрастающее счастье. Человек реально начинает чувствовать все счастливее и счастливее себя в жизни. Вот мне уже почти 50 лет, но я чувствую себя намного счастливее, чем когда мне было 20 лет. Намного счастливее. Почему? Потому что я каждый день устойчиво в течение уже 20 лет, каждый день по 2 часа очень сильно погружаюсь в отношениях со своим духовным учителем. И с каждым днем чувствую сильнее эти отношения, больше счастья от этого идет. И постепенно судьба развеивается, вот эти тревоги судьбы развеиваются, страдания. Лучше становится отношения, лучше становится чистота в жизни, больше контакта с чистотой людей, которые меня окружают, больше осознанности отношений. Это результат правильного настроя. Не потому что я хороший человек, а потому что у меня есть пример хорошего человека, на который я настраиваюсь постоянно. Запиши, что и в этом не будет радости совершенной. То есть мы уже так молимся, что уже другим помогаем. Оказывается, есть еще более совершенная радость. Интересно, что же это святой Франциск имеет в виду. Давайте прочитаем. И пройдя еще далее, Франциск сказал брату Льву, запиши еще, брат Лев, что даже если бы наши братья знали все языки, все науки и все писания, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали все тайны совести и даже души, что и в этом не будет радости совершенно. Интересно, как святые люди мыслят очень высоко. Смотрите, оказывается, нам не хватает знания. Человек не знает, что он душа. Мы проводили как-то с ребятами, с моими помощниками ретриты, и сейчас проводим каждое воскресенье, когда я приезжаю. Мы садимся все вместе. Я сначала настройку даю, мы вот ставим изображение духовных учителей перед собой, включаем голос святого человека и начинаем молитву все вместе. И молимся очень искренне. И потом обсуждаем, что мы почувствовали, поняли из этой молитвы. И во время таких откровений я часто чувствую, что я нахожусь вот здесь вот, что я вечный. И что когда я произношу имя Бога, то я чувствую, что Он живой, настоящий, что это не просто слово. И вот эти вот ощущения, они необыкновенные. Это невозможно как бы ни с чем сравнить. Это необыкновенное чувство радости, потому что когда ты ощущаешь себя душой, то те тревоги, которые здесь происходят, они являются внешними. И люди, которые глубоко, четко зафиксированы на себе, как на душе, они даже когда наступает смерть, они не пугаются. Веды говорят, что для людей, которые вот это вот чувствуют себя как душу, они воспринимают смерть, как котенок воспринимает кошку. То есть смерть это как кошка, знаете, для мышки. Но то, что мышка видит кошку, это значит смерть. Она ей страшно, она трясется. У меня есть мышеловка такая, мышки нельзя, чтобы дома бегали, они заразу, вонь разносят. И мы ставим мышеловки, такие домики для мышки. Мы берем освященную пищу, кладем в домик, и мышка забегает туда, и домик закрывается. Она кушает сыр свой освященный, и потом мы ее отпускаем на улицу распространять духовное знание, чтобы она делилась со всеми остальными. Но иногда бывает так, что мы не замечаем, что мышка забежала в домик, и она там сидит несколько часов. И пока она сидит, она начинает потеть от страха. Вся мокрая становится, трясется. Состояние очень такое, не очень приятное, когда ты видишь, что мышка в такой ситуации находится. Но когда мышка занимается духовной практикой, то она становится котенком, понимаете? И когда кошка ее берет за шиворот, то она берет уже не мышку, которая набедокурила, как бы, и за это отвечает. Она берет своего любимого котеночка, чтобы перенести в другое место. Так смерть берет человека, который думает о Боге, и человек чувствует облегчение в этот момент. У него наступает улыбка на лице. Я видел, когда жил в Индии, лечил людей, которые уходят из этого мира. Называется госпис, то есть там люди собирались, которые приезжали оставлять этот мир в святое место. На грани смерти они приезжали, чтобы оставить мир в святом месте. И там за ними ухаживали. Я ухаживал, заботился о них, о них тоже. И они, когда оставляли тело в молитве, они улыбались в это время. У них улыбка на лице застывала. Вот так чудо, они видели чудо. Как один человек возвышенный очень оставлял тело, и я его пытался лечить, но он в какой-то момент уже понял, что это бесполезно. И жена его потом рассказывает перед тем, как он ушел из мира. Его духовный учитель уже до этого ушел из этой жизни. И она говорит, он слышит какой-то звонок по телефону. Я смотрю, телефон не звонит. Ну, обычная медицина, говорит, галлюцинации начались перед смертью. Интересная галлюцинация такая. Сейчас я вам расскажу ее. То есть он услышал звонок, говорит, дай мне трубку. И она говорит, да не звонит. Он говорит, дай трубку, пожалуйста. Она дает ему трубку, он сам уже не ходит. Он берет. Да, хорошо, я понял. И потом кладет ее, говорит, мой духовный учитель звонил мне и сказал, что я скоро оставлю этот мир, должен готовиться немедленно к этому. Интересная галлюцинация такая. На следующий день он жене говорит, слушай, посмотри в окно, какая благодать вокруг. И она смотрит в окно, это было в святом месте. И она смотрит, говорит, все как обычно. Поворачивается к нему, а он уже оставил тело. И он такой лежит с открытыми глазами, сияет такой вот так, радостный такой, улыбается. Так человек должен прожить свою жизнь. Чтобы вот так чувствовать этот мир. Понимаете, вот так настроиться на все. Должен чувствовать духовные отношения, духовный мир, духовную чистоту. Тогда смерть, она приходит, как кошка, которая котенка берет. Ему он расслабляется в этот момент, ему хорошо. Он не чувствует какой-то подвох, какую-то несправедливость по отношению к тому, что происходит. И для того, чтобы это получить, нужно знание. И самый высший аспект знания. Видите, здесь говорится сначала знание о языках, потом знание о писаниях. Потом знание о будущем, прошлом и настоящем. Потом знание о совести и знание о души. Видите, мы говорим о разных степени знаний. То есть человек, который всю жизнь изучает там языки, он становится психологичным. Он знает поведение разных народов. То есть грузины там очень гордые люди такие. С ними вот так надо сесть. И сам язык очень гордый. Допустим, англичане любят там наслаждаться. У них язык такой очень мягкий, такой нежный. Гонба, мой лодба. Ну то есть такой очень нежный, такой мягкий. И так далее. У каждой нации свой язык. И те, кто изучает языки, они чувствуют по языку, как природу человека. С ним могут на его языке общаться. На его чувстве. На его состоянии внутренне. Более высокое знание, это знание о священных писаниях. Потому что священные писания настраивают человека, как вот пианино. Пианино настраивают на правильный звук. И пианино начинает петь красиво. Так и священное писание, когда человек читает, оно его настраивает на правильный лад. И человек начинает очень мыслить красиво. У него мысли очень светлые, чистые, глубокие становятся от того, что он изучает священное писание. Но когда человек начинает видеть судьбу, то он уже воплощает священное писание в жизнь. Он начинает будущее людей чувствовать, прошлое и настоящее. Явно очень воспринимает ситуацию. Но жить по совести еще выше. Можно воспринимать ситуацию других и при этом вляпаться самому. Жить по совести еще тяжелее и выше. Это по факту возможно, если ты очень предан своему наставнику в жизни. Человек, который не имеет наставника, он не может жить по совести по факту. Потому что судьба может свернуть, судьба может так подействовать сильно, что человек избивает с платформы совести. Даже если он сам по себе очень сильный человек. Поэтому без наставника, без контакта с духовной жизнью, с наставником невозможно удержаться на чистой платформе. И жизнь по совести это более высокая жизнь, чем жизнь даже в знании. Но еще больше это жизнь, когда ты чувствуешь духовную природу людей и чувствуешь Бога. Это еще более возвышенная жизнь. И когда человек обрел все это, он становится учителем для всех. Потому что человек, который что-то почувствовал в своей жизни, понял, он это может передать. Смотрите, сейчас в нашей жизни мы очень много времени тратим на то, чтобы перенимать материальные знания. Мы учимся в школе. Да? Смотрите, вот допустим, даже взять советскую власть, которую мы ругаем, уже повсеместно. Песенка оттуда. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Я видите, руку я. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Смотрите, сейчас. Вычитать и умножать, книжки добрые любить, малышей не обижать. И воспитанными быть не учат. Понимаете, да, о чем я говорю? Есть материальное знание, просто материальная квалификация. То есть в какой-то момент человечество решило, что материальная квалификация – первая необходимость для счастливой жизни. Нет работы, нет денег, нет счастья. Все, мы как бы пришли к такому выводу. В результате, чему сейчас людей учат в школе? Просто материальным навыкам. Там компьютеры, математика, химия, физика, биология, там все прочее. Но согласно Священным Писаниям, человек даже, который имеет очень высокую квалификацию в жизни, у него не хватает двух вещей. Первая вещь – ему не хватает отношений с теми людьми, которые могут устроить правильно его жизнь. Это означает, что он должен иметь качество, характер, необходимые для того, чтобы эти люди им заинтересовались. Смотрите, есть деловые отношения. Если человек имеет очень сильный характер как личность деловая, то им заинтересуются люди успешные. Потому что успешные люди вокруг себя коллекционируют успешных людей. То есть те, у которых сильный характер, деловой. А не сказал, сделал. То есть четко настроен человек на труд, на правильное отношение к труду. Он внимателен, серьезен в труде и так далее. Это же все качество характера. Этому школе не учат. Это другое совсем. Это не то, что ты знаешь геометрию, физику, химию, как посчитать. Это способность трудиться. Это уже относится к характеру. Но смотрите, но если ты имеешь еще более глубокие качества характера, которые связаны уже с личностными отношениями, не с деловыми, то тебе еще проще жить. Вот Александр Меньшиков, он был другом Петра Первого. Понимаете, это в древней культуре назвалось босяк. То есть Александр Меньшиков был настолько невоспитанным, необразованным человеком, в той культуре прошлого столетия эти люди, босяки, это были самый низший сорт людей. То есть они не имели никакого образования, никакого воспитания. Они просто были вот как сейчас бомжи на улице, но только в детском теле еще. Называли босяки. Ну то есть ничего у человека нет. Вот. И он подружился с царем. Как-то так получилось, что они начали играть вместе волей судьбы. И так как Меньшиков обладал огромной способностью учиться, он поверил в своего друга, считал его своим богом. Ну то есть очень сильно верил в него. И начал перенимать из него качества. В результате, когда он вырос, стал взрослым, он возглавил уже к этому времени армию Петра Первого. Стал генералом. Представляете, как изменилась личность в результате близких отношений. То есть был невоспитан, необразованный человек, а получился гениальным предводителем. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что близкие отношения, они в корне меняют жизнь человека. И, допустим, вы скажете, где мне такие близкие отношения иметь? Я далеко от президента страны, от министров там. Но зато мы близко можем быть к святому человеку в сердце. И вообще к любому человеку. Потому что мы на самом деле в сердцах строим со всеми свои отношения. Вы знаете об этом? Мы с сердцем все связаны друг с другом сейчас. Я проводил много такой эксперимент. Человек называет имя человека. И я по его звуку настраиваюсь на того близкого человека, кого он называет. Называю его болезни. Провести сейчас с вами такой звук? Ну, давайте, поднимайте руки. Кто хочет? Вы, да? Как зовут человека? Близкий? Как еще раз? Кто это вам? Нет, надо родственник. Друг это не близкий. Нужно, чтобы вот сердце связь была. Да? Кто? Кто? Палентина. Еще раз. У нее больные сосуды в голове. То есть у нее с левой стороны спазм сосудов. И она повышается давление. Черепное. Она немножко полноватая, да? Нет? Лицо широкое. Нет? Сейчас, еще раз. Скажите. Ага. Все, сейчас четче поймал. Ага. Так, дальше пошли. У нее какие-то события были в жизни, что она очень огорчилась и в слезах как бы жила какое-то время. Правда? Ну, такое подавленное состояние. Сейчас она вышла из него. Значит, я поймал. Сейчас я ее вижу. Сейчас ее вижу. Не последнее время, что-то с пищеварением, да? То есть ей трудно кушать, там какие-то проблемы. Вы не знаете. Вы с ней не общаетесь близко сейчас? Она много кушает, нет? А? А последнее время? Так же, как кушала? Запоров нет у нее? С пищеварением какие-то проблемы. Есть проблемы с суставами. Ноги болят? Суставы в ногах? Ну, могу, я не могу все увидеть, но я вижу эту женщину. Она такая очень глубокомысленная, обиженная немножко на судьбу. Такая тяжесть жизни чувствует очень сильно сейчас. Через него это видно. Знаете, как силуэт человека прорисовывается через мысли? Потому что люди в сердце связаны. То есть надо настроиться на сердце человека. Тяностросы ему на сердце, и через сердце связь осуществляется с другим человеком. Можно увидеть. Так как я занимаюсь изучением тонкого тела, и даже вот сейчас, перед тем, как сюда прийти к вам на лекцию, я сидел, тестировал по фотографии тонкие показатели человека. То есть до 16 тонких показателей мы используем в лечении. Поэтому мне не слишком сложно что-то найти. Вот сосуды я сразу увидел, там есть проблемы. Остальное я могу там ошибаться чуть. Но идея в чем заключается? В том, что есть чувство. Я чувствую человека. Мы в сердце друг с другом связаны. И если я, допустим, в сердце своем помещаю святого человека, то все, кто с моим сердцем связаны, они начинают испытывать счастье, независимо от того, рассказал я им об этом или нет. Так происходит изменение судьбы моей. Мы все друг с другом связаны. Маме плохо стало тебе, вам тоже будет хуже. Почему? Потому что вы отдаете ей силы. А если вы молитесь, то ей будет становиться лучше, даже если вы об этом не думаете. Поэтому человек не должен думать о своих родственниках постоянно. Ой, этому тяжело, этому плохо. Веды говорят, надо поливать корень дерева. Если человек молится Богу, а он является коренем дерева нашего сердца, то все родственники получают воду, листочки, веточки нашей судьбы. Поэтому надо настраиваться на самое главное. Поэтому духовное знание, знание о душе, вот об этом, что мы с друг другом очень связаны внутри, что мы радость свою совершенную создаем и для своих близких через внутреннюю жизнь. Это знание, оно приносит очень много счастья. Но смотрите, интересно, Святой Франциск сказал, что даже в этом нет радости совершенно. Это значит, что его счастье, которое он испытывал, было выше. Видите, сначала мы сказали о том, что человек, который просто... Мы начали с того, что когда человек подает пример святой жизни, помогает побеждать судьбу другим, испытывает огромное счастье от такой деятельности. Потому что в Бхагавадгите пишется, что для меня больше всего дорог тот человек, который других делает счастливыми, который дает людям знание, как жить. Показать пример. Такой человек испытывает радость совершенно. Еще больше радость те, кто действительно, кроме того, что он дает людям знание, показать пример, он еще сам научился жить настолько правильно, что он помогает уже людям менять жизнь нереально. Вот. И все равно не будет радости совершенной. Еще есть совершение радости — это давать людям духовные знания. Оказывается, еще есть более совершенная радость. Пройдя еще далее, Франциск сказал, что если бы мы были такими проповедниками, что обратили бы веру всех людей, которые не верят в Бога, что и в этом не было бы радости совершенной. Ну, то есть, интересно он мыслит. То есть, он уже вот просто, уже когда человек просто меняет судьбу, переворачивает другого человека. И человек, который не видит закономерности этой жизни, не видит глубины всего, что его окружает, вдруг начинает видеть. И это такое счастье получает оба. И оказывается, это не радость совершенная. Ну, и дальше, как бы он говорит такую фразу, которую даже мне очень глубоко, и очень трудно понять именно глубоко, что Господу больше всего вот это нравится, когда мы делаем, оказывается. Тогда брат Лев сказал Франциску, в чем же тогда брат Франциск? Радость-то совершенная. Что-то непонятно. И Франциска отвечала, вот в чем. В том, что если, когда мы придем в Парцент-Кюль, грязные, мокрые, окоченелые от холода и голодные, и попросим пустить нас, а привратник скажет нам, что вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ, крадете милостыню бедных людей, убирайтесь отсюда, и не отворить нам. Если мы тогда не обидимся со смирением, любовью подумаем, что привратник прах, что сам Бог внушил ему так поступать с нами, и мокрые, холодные, голодные, пробудем в снегу и в воде до утра. Это сокращенный вариант, потому что там он говорил еще, если привратник нас побьет палками, и мы простим ему это. И в мокрые, голодные, холодные, пробудем в снегу и в воде до утра. Как пробудем? Без ропота на привратника. И приняв полностью свою судьбу. Вот тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная. Смотрите, интересно, как Святой Франциск построил свою мысль. Он все время говорил до этого о помощи другим. Да? Но человек, который помогает другим, не факт, что он уже помог себе. Понимаете, в чем проблема? Но когда человек реально принял свою судьбу, и вот в этих тяжелейших испытаниях он как бы понимает все как воля Бога, что это и есть милость, так вот мне быть сейчас в этой ситуации и так. И он чувствует эту благодарность Богу за то, что он сдает эти экзамены. Тогда человек испытывает такую необыкновенную радость, которую невозможно описать словами. Понимаете, проблема заключается в том, что мы бунтари. Веды говорят, что люди рождаются в этом мире как бунтари. Мы бунтуем против судьбы. Мы не понимаем, что каждая секунда жизни, испытаний, которые к нам приходят в жизни, они нам нужны для того, чтобы понять что-то очень важное в своей жизни. Каждая секунда. Вот, допустим, они легли вот в снегу и голодные, и холодные. Это все дает знание о чем-то. Почему так в моей жизни происходит? Почему так? За все человек, что страдает, он получает это определенным образом за прошлые ошибки. Когда человек принимает это все и радуется тому, что Бог его учит, то в этот момент вместе со знанием также приходит часть. Вот, допустим, бросил муж. Чем занимается жена в это время? Ну вот, кого бросали? Ну, давайте. Кого сейчас бросили недавно? Есть такие? Ну, не бойтесь, не бойтесь. Вас бросили? А вот кого сейчас бросили? Вы забыли уже. Чем вы занимаетесь? А? Нет, это понятно, что в магазине работаете. А вот вы о чем думаете постоянно? Успокоилась, да? А до этого о чем думали? А? Ну, о чем конкретно? Обида, да, была? Хотите, я вам глубже скажу, о чем вы думали? Вы думали о том, почему так произошло? Почему он меня бросил? Ну, почему? Согласны? Так как вы не находили ответа, вы злились, обижались. Наверное, он неправильно сделал. Но все-таки, почему он бросил меня? Почему так произошло? Видите, человеку чего не хватает? У него не хватает знания.